В Одессе годовщина трагических событий 2 мая. В 2014-м в центре города произошли масштабные столкновения. Позже в Доме профсоюзов на Куликовом поле вспыхнул пожар. Он унес жизни 48 человек. Третий год следователи не могут установить виновных. И третий год Одесса в этот день охвачена конфликтами и беспорядками. Сегодня в центре города было несколько тысяч человек и почти столько же правоохранителей. Продолжит Андрей Анастасов. С утра в Одессе повышенные меры безопасности района города, где три года назад в буквальном смысле шли уличные бои, оцепленные правоохранителями. Начинаются траурные мероприятия на Дерибасовской. Смертельные огнестрельные ранения здесь получили два человека. Священник читает молитву, рядом митинг, одесситы возлагают цветы. Первые погибшие были с нашей стороны. Это был спасение Одессы от развития донецкого сценария. И мы можем это понимать. А это уже Куликово поле, где 2 мая во время пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека. И люди, которые сегодня пришли к этому месту, уже по-другому интерпретируют трагедию. Здесь тоже проходит панихида. Людей гораздо больше, чем на Дерибасовской. Их проверяют с помощью рамок металлоискателей. Нельзя убивать людей, кто бы они ни были. Сепаратисты, аквалангисты, филателисты. Это люди. А их убивали. А власти наши поддерживают это. Внезапно полиция просит всех покинуть площадь. Поступило сообщение о минировании. Люди взбудоражены. Уходить не хотят. Происходят локальные конфликты с полицией. Пожалуйста, все отходим чуть-чуть назад. Рудите для вашей бесспекции. А одного пенсионера даже с дракой задерживают якобы за неповиновение правоохранителям. После того, как площадь проверяют взрывотехники, людей снова пускают через рамки. У Дома профсоюзов начинается траурный митинг. Здесь читают стихи. В память о погибших запускают в небо белых голубей и черные воздушные шары. Не забудем, не просим. Не забудем, не просим. В целом мероприятие прошло спокойно. Если не считать, что несколько радикально настроенных молодых людей, затесавшихся в толпе, пытались провоцировать столкновение с теми, кто пришел на панихиду. Но полиция быстро пресекала эти конфликты. Провокаторов уводили в сторону. Конфликт нечет. Все, спокойно. Еще одно мероприятие провели уже вечером в центре города на Греческой площади. Здесь прошла межконфессиональная молитва в память обо всех погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер.